Встать! Суд идёт! Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Представляете ли вы ситуацию, в которой слова всем известного героя Витцина были бы всерьёз поддержаны бурными аплодисментами? А ведь хочется, чтобы наш суд был не только самым гуманным, но ещё и самым скорым, самым справедливым и самым неподкупным. В последние десятилетия судебная система России переживает период усиленного реформирования. В ней уводятся новые институты, суды идут по пути открытости, каждый гражданин имеет право и возможность подробно познакомиться с судебной деятельностью. Проводятся круглые столы, семинары. Одним словом, суды настроены активно взаимодействовать с гражданами и СМИ. Делает ли всё это наш суд лучше? Вот главный вопрос. Это уже музейный экспонат кресла судьи советского периода. Совсем недавно в таком проводил заседание и наш сегодняшний герой. Действующий судья, председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских рассказал нам, каково это носить мантию в наши дни. Расскажите нам, пожалуйста, о вашей жизни в Тюмени. Сколько лет вы в Тюменском суде? В Тюменском областном суде я с 1982 года. Это 31 год уже прошёл. Пришёл я туда, когда мне не было ещё и 30 лет. А на какую должность вы пришли? Судьи. Сразу, да? Вы закончили какой-то юридический вуз? Ну, я закончил... Теперь уже, наверное, все знали. В Советском Союзе было три вуза. Это таких знаменитых и известных. Это Свердловский юридический институт. Я закончил его в 1977 году. Пять лет я отработал в прокуратуре в Тюменской области. Сразу тогда было распределение. Поэтому я был направлен туда по распределению. Ну и после работы следователем, прокурором, прокурором следственного управления, областной прокуратуры был рекомендован. Тогда тоже были рекомендации, так сказать, соответствующих и партийных, и государственных органов для избрания в областной суд. Ну, наверное, что-то заметили, наверное, что-то нашли в молодом человеке. А вы стремились к этому? Это была мечта такая? Никогда не думал, что я буду судьей. В общем-то, вот следователем, да, тогда было желание как-то. Тогда время было такое. И фильмы были, и книги. А вот что касается того, что я стану судьей, ну, не было такого. И когда оказались в этом кресле, как вы себя почувствовали? Ну, эта работа гораздо сложнее, интереснее, чем та работой, которой я занимался в предыдущий период. Вот эти пять лет они больше были связаны со следствием. Потому что судья – это более самостоятельная фигура. Человек, который принимает решения, уже руководствуясь не только, если речь идет об уголовном деле, материалами уголовного дела, но и материалами судебного следствия, другими доказательствами, которые представляются в суд. Все это надо оценить, все это надо разложить, проанализировать, ну, и вынести соответствующие решения. В то время, кстати, рассматривали еще дела со смертной казнью. И вы тоже выносили такие приговоры? И мне пришлось выносить такие приговоры. А что это был за случай? Ну, их несколько случаев, вот, знаете, они, конечно, почти все на памяти, когда, как правило, с особой жестокостью убиваются два или три человека. Ну, то есть убийства с отягчающими обстоятельствами, как правило, они не все, конечно, но вот особо такие жестокие, я бы сказал, с тяжкими последствиями, корыстные и так далее. Вот, для примера, долго и сейчас дискуссии есть, и, так сказать, тогда еще проводились, особенно в начале 90-х годов, надо применять, не надо применять смертную казнь. Было много высказываний за, но было много высказываний против, но это нормально. Вот, и когда в одном из дел, а тогда еще были народные заседатели по этим делам, вот, в одном из дел участвовали два народных заседателя, один из рабочих, тогда завода работали, в общем-то, такие, крупный завод, моторный есть такой, вот, он был народным заседателем мужчины лет под 50, то есть старше меня значительно, тогда еще, значит, вот. Вот, и молодой человек, кандидат юридических наук преподаватель, вот, преподаватель был категорически против, мы дискутировали, значит, применение смертной казни, вот, заседатель из рабочих, он так довольно жестко к этому относился, говорит, я первый за это поставлю. А дело, в принципе, довольно простое, ну, простое, но по своей, так скажем, цинизму, жестокости, может быть, оно, конечно, из ряда вот выходящий, когда двоих малолетних детей, там, 5-7 лет, изнасиловал и убил, значит, вот, в населенном пункте. Ну, представляете, родители сидят, родственники, родители никакие, потому что, ну, представляете, что это такое, какое горе для человека, вот, и, естественно, что я последним говорю свое слово, просто по закону так положено, сначала народные заседатели высказываются, а потом уже председательствующие, вот. Так вот, они высказались, и в том числе преподаватель, за то, чтобы применить в этом случае наказание в виде, исключительное наказание в виде смертной казни, значит, вот. И мы вынесли такое решение, и оно было, кстати, одним из последних, когда отказали в помиловании ему, и оно было приведено в исполнение. А как себя чувствует судья, интересно, когда выносит подобное решение? Ну, вы знаете, это очень непросто. Вот, говорить, что это все просто, потому что, когда, вот, чисто физически отдает куда-то, вот, в позвоночник, в спину так, что ты думаешь, когда ты вот об этом говоришь, это действительно серьезно, и это непросто, вот, когда ты оглашаешь приговор, хотя именем, там, государства нашего и так далее, но пережить это непросто. Вот, поэтому это сложно, и морально сложно, и даже физически сложно оглашать такое решение. Анатолий Михайлович, а тяжело быть справедливым? Ну, во многом случае, да, тяжело. Из-за чего? А потому что иногда ты видишь, а бывают такие ситуации, когда ты видишь, что, в принципе, наверное, те люди, которые сидят, они сделали не так, как предъявлено обвинение, условно говоря, или не так, как по гражданскому делу, особенно сейчас представлены доказательства, что, наверное, они где-то в какой-то мере правы, но вот тот процессуальный порядок, порядок представления доказательств, которые предусмотрены законом, он, к сожалению, не позволяет вынести другого решения, какое необходимо вынести по закону. Хотя, говорят, законное решение, оно и справедливое. Наверное, вот где-то в этом плане есть противоречия, потому что ты внутренне, может быть, или по делу видишь, что эти люди, ну, другого заслуживают. Наверное. Вот. Но надо, опять же, проанализировать те материалы, которые есть, потому что они добыты тоже самое в установленном порядке, именно на основании их решения, вынести, так сказать, решение, которое будет справедливым все-таки, справедливым. А большой поток дел проходит через ваш Тюменский областной суд по сравнению с 10 годами тому назад, 20 годами тому назад? Он увеличился не только в нашем суде. Наш суд, как и все другие суды, конечно, получил много дополнительной работы. Почему? Теперь ситуация такая, что доступ граждан к правосудию не ограничен практически. Любой может обратиться в суд практически по любому вопросу. Есть, конечно, законодательные исключения и так далее. В то время, когда мы начинали и уходили от советского времени, доступ граждан к правосудию был совершенно другим. Условно говоря, не обжаловались действия должностных лиц, вплоть до руководителя государства, представительных органов и так далее. Этого не было просто в законе. Все это появилось позднее. И, соответственно, конечно, выросло количество гражданских и административных дел особенно. На примере нашей области, население в области юг, у нас Большая Тюменская область, матрешечный субъект, то есть там входят в область еще два округа, и Маланецкий, и Ханты-Мансийский, и непосредственно юг Тюменской области. С населением в миллион 360 тысяч юга области, мы ежегодно рассматриваем более 200 тысяч дел и жалоб. Вот, представляете, миллион 300 разделить на 200, ну, практически каждый, наверное, третий или четвертый гражданин, если брать, что один человек по делу участвует, он проходит через судебную систему. Это и так во всей Российской Федерации. Это не только, так сказать, цифра по Тюменской области большая. Я беру все дела, какие вот там есть дела, материалы, жалобы и так далее. То есть, ну, вот теперь вы можете понять, каково количество дел и сколько в этих делах задействовано граждан. Анатолий Михайлович, а как изменились люди за это время? Кто сейчас приходит в суд, в зал заседаний? Вы знаете, люди меняются. Появилось достаточно много людей, которые разбираются или пытаются разбираться в законодательстве. Вот. И появилось очень много юристов. Вообще, ну, вот поскольку система раздевается и растет, можно ведь сказать о том, что... Ну, в медицине ведь занимаются только профессионалы, да? Мы ведь, ну, хотя много шарлатанов от медицины и так далее. Но никто не будет без специального образования, навыков и так далее заниматься какими-то серьезными медицинскими операциями и, там, я не знаю, диагностикой. Вот. А с правом немножко другая ситуация. Значит, все считают себя, ну, наверное, грамотными людьми в правовом отношении. Все разбираются, считают, по крайней мере, что они разбираются в праве, что они могут участвовать в делах и так далее. Ну, к сожалению, менталитет такой вроде. На самом деле, ну, во всем мире, во всяком случае, те, кто прошел уже длительный период, в том числе и развитие судебных систем, да, в основном в судах все-таки участвуют профессионалы. Как с той стороны, так и с другой стороны. У нас немножко другая ситуация. Почему, во-первых, услуги адвокатов стоят, ну, я не скажу, что сильно много, но достаточно дорого для большого количества населения. В связи с чем мы начали вводить, кстати, и бесплатные адвокатуры, вот, с законом и в субъектах и так далее. А если раньше, ну, вот говорили, народный суд, да, то есть приходит, ну, положилой человек, я не знаю, бабушка какая-то или человек, который, так сказать, имеет, ну, я не знаю, там, начальное образование или еще какое-то. Но он приходит с какой-то жалобой, просьбой, особенно это было в советское время и так далее. И обращается в суд с заявлением к суде. Судья имел право подсказать, сказать, ну, вот, напишите вот это, вот это, вот это, вот это. Сейчас же изменились условия, и закон не позволяет подсказывать. Надо сразу выносить постановление. Либо возвращать эту жалобу, условно говоря, для доработки. Либо, так сказать, приостанавливать ее, чтобы где-то что-то доработали. То есть это стало более профессиональным и более, может быть, так скажем, ну, более государственным, а не общественным. Отдаленного человека, по сути. Да. И вот, и я вот здесь хотел сказать, иногда вот встречаешься с коллегами, обсуждаешь вопросы судебной деятельности. Вот смотрите, подсудимый практически имеет всегда право на бесплатного защитника. Если мы не обеспечим, я имею в виду там, следователь, прокурор, и в суде, особенно защитникам, это будет нарушение его прав, если он ходатайствует, причем бесплатно, я еще раз говорю. То есть государство все делает для того, чтобы обеспечить интересы человека, который попал за решетку. Наверное, правильно. Но почему-то, и вот мы об этом говорим с коллегами, сейчас эти вопросы поднимать стали, но ведь пострадал потерпевший законопослушный гражданин, которого, я не знаю, что-то украли, на него напали, не знаю, обидели каким-то другим образом. Но он не имеет права на бесплатного адвоката. Наверное, это неправильно. Государство должно в первую очередь все-таки беспокоиться о законопослушных гражданах, которые работают на это государство и так далее. То есть вот вопросы, как вы задали вопрос о том, люди стали другие, другие люди стали, ну что другие условия стали, и социальные, и так далее. Какое же ваше мнение по поводу смертной казни все-таки? Вот понимаете, мы не можем высказывать это мнение вообще, какой будет закон, так мы его и будем выполнять. Понимаете, у меня есть, конечно, где-то внутренний убеждение, было тогда к тому закону, который, я считал, что это было справедливо. Наверное, сейчас условия изменились. Наверное, так скажем, может быть, какие-то международные акты и обязательства Российской Федерации, они обязывают к этому относиться по-другому. Но еще раз говорю, мы обязаны выполнять закон, мы его выполняем. Сейчас есть пожизненные заключения. Это, кстати, наверное, даже может быть в некоторых случаях нисколько не легче, а тяжелее, чем выход раз и навсегда, раз и сразу. Поэтому я и не пытаюсь, и не высказываю это мнение, еще раз говорю, потому что надо исходить из того, какой закон есть. Вам самому когда-нибудь приходилось обращаться в суд? Ну, к счастью, нет. Как гражданин, как отдельное лицо, к счастью, нет. Не знаю, у меня вся семья, дочери юристы две сны закончили, имеют юридическое образование. У супруги есть юридическое образование, хотя она, педагог по образованию, как-то вот не довелось и не удосужилась. Ну, я думаю, что и слава богу. Наверняка когда-нибудь были люди, которые были недовольны решением суда и вашим конкретным решением. Мы все знаем, что судьям иногда угрожают, иногда на них нападают. У вас какие-то такие истории, может быть, не у вас лично, может быть, в вашем суде. Ну, такие истории были, они продолжаются до сих пор. То есть мы иногда вынуждены, когда особенно это касается дел, связанных с бандитскими группировками, вот, иногда судьям либо в процессе, либо после угрожает, либо непосредственно сам, так скажем, осужденный, либо где-то его родственники или друзья. Не так часто, но это бывает. И мы вынуждены сейчас обращаться в те органы, которые осуществляют защиту судей, и некоторых судей действительно охраняют. Такое есть, к сожалению. Вы знаете, наверное, что ведь за последние, по-моему, я даже не знаю, период сейчас не назову, но десяток лет, наверное, по-моему, было убито 12 или 13 судей. Об этом тоже не так громко шумно, это есть. А сколько нападений было. То есть работа эта все-таки опасная и вредная. Но ведь вы тоже, как я поняла, занимались уголовными делами. Я занимался уголовными делами, когда сам непосредственно рассматривал эти дела и был заместителем председателя областного суда по уголовным делам. Да, занимался. Ну, вы знаете, вот так, чтобы серьезно угрожали мне, вот такого не было. Я и в то время, и сейчас могу спокойно ходить по городу. Может быть, это какой-то этот самый. И, ну, по крайней мере, я не стыжусь в своих поступках, своих действиях, своих решениях. Хотя видно иногда и косые взгляды, и все. Ну, вот. Не могу не задать вопрос о коррупции, поскольку сейчас вопрос о коррупции решается и на уровне государственном. Расскажите нам, пожалуйста, как вам несли взятки и как вы от них отказывались. Я расскажу. Значит, вообще интересный случай, когда я еще следователем, кстати, работал, начинал в районном центре. Один из несовершеннолетних детей в семье попал за хулиганство. Вот. И пришла его мать, да, и принесла, значит, несколько килограмм яблок. Вот. И так зашла в кабинет, поскольку мы должны были допрашивать представителей несовершеннолетних, я пришла и так яблоки кладет. Ну, вот вы бы моего сынка-то не обижали, а его арестовали там на хулигане и так далее. Вот это я говорю, нет, вы заберите. Значит, вот это вот те взятки, которые, как вы говорите, давали. И второй раз была очень чудная ситуация, которую я вспоминаю так со смехом, ситуация. Тоже один из отцов такого же молодого человека пришел, принес распочатую бутылку. А тогда же не было охраны нигде, вообще не было в этом. Вот. Принес распочатую бутылку водки, говорит, вот давай разопьем и прекратим это дело, значит. Это я к тому, что, ну, к этому проще относились. Ну, а если серьезно, вы знаете, ну, не знаю, может быть, у нас немножко поздоровее, народ в Сибири, вот. То, что там появляется, к счастью, в судейском корпусе, я не могу сказать. У нас были осуждены за последние 10 лет три судьи. Ну, сказать, что это коррупция, я еще раз говорю, за последние 10 лет. Вот. И мы сами, коалиционная коллегия, я обращался с представлением о даче согласия на привлечение их. Назвать это коррупцией, наверное, нельзя, но вот эти факты, они, ну, неприятные, наверное. А что касается вот такого мнения, что суды продажные, а есть же такое мнение, что вот занесешь туда-сюда, значит, будет такое решение. Если занес такого решения нет, значит, другая сторона, наверное, больше дала, значит, вот. Это, знаете, старый же анекдот, раз к слову пришлось, да, помощник заходит к судье, арбитражного суда, я шучу, значит, в этом плане, и говорит, вот одна сторона дает 250 тысяч евро, другая 200, говорит, как будем решать, в чью пользу, он говорит, возврати той стороне 50 тысяч, и будем решать по справедливости, но это не будет, я еще раз говорю, вот, есть такое дело. Я думаю, что больше, больше, наверное, у нас все-таки, я уверен, на 99 и 99 все-таки люди работают честно, в том числе и судей. А разговоры идут, к сожалению, от тех людей, и мы их знаем, в общем-то, от тех людей, которые вот околосудебные вьются и пытаются каким-то образом решить такие вопросы. К сожалению, менталитет русского, российского человека, он такой, что, когда у кого-то что-то случилось, все сразу думают, как же мне выйти на следователя, на прокурора, на судью, чтобы решить вопрос. Как только мы узнаем, что, ну, не то, что, так сказать, берет человек в взятки, а становится нечистоплотен в нашей судебной системе, мы предлагаем ему просто уйти, и такие люди, как правило, не проходят либо аттестацию, либо пишут заявление, уходят. Я не знаю, может быть, в других регионах по-другому, наверное, по-другому, так сказать. Наверное, есть такие факты, и они есть, они публикуются, без этого, но общество такое. Без этого ведь, наверное, особенно в таком периоде становления государства, оно действительно становится еще молодой у нас государство, и были разные периоды, и теперь непростой период. И решить вопросы вот таким вот образом, как привыкли, может быть, в других сферах, ну, не совсем правильно. Наверное, так бы я ответил на вопрос о коррупции в судебных органах. Я не говорю, еще раз говорю про другие отрасли и правоохранительные органы. А что вам, человеку, дала ваша профессия в жизни? Тоже противно. Вот мои дочери, они говорят, мы ни в каком случае не будем судьями. Почему, говорят? Ну, видимо, посмотрели на мою работу, как там, особенно вот тогда, когда мы работали в такой сложный период для страны, когда там, не знаю, субботу, воскресенье, поздно, дела с собой приносишь и так далее. Вот. Но, с другой стороны, наверное, от этого есть какое-то удовлетворение от того, что ты, ну, я не знаю, какие-то решаешь социальные вопросы. Где-то, так сказать, вот, как вы говорите, по многим делам, по большинству дел справедливость все-таки тяжелая, трудная, она торжествует. Вот. Наверное, от этого есть какое-то удовлетворение. Сейчас очень обсуждается вопрос зарплаты судей. Правда ли, что она была когда-то очень маленькой, а сейчас ее очень повысили? Вы довольны вашим материальным положением? Ну, вы знаете, когда мы начинали, вот я имею в виду 92-й год, и в советское время, кажется, зарплата судей была меньше лейтенанта милиции. В советское время? Она была там, ну, условно говоря, если учитывать, что у них там пайковые, там какие-то форменные премии различные были, это я просто для сравнения. И когда начинали вот строительство судебной системы нового российского государства, она тоже была не очень высокой. Но постепенно, вот, поэтапно, может быть, во времена даже Бориса Николаевича Ельцина, хотя были очень сложные времена и в финансовом отношении и так далее, строители нового российского государства, может быть, и так далее, понимая, что во всем мире все-таки государственное устройство таково, что судебная система должна быть независимой, обеспеченной, ну, чтобы быть справедливой, по крайней мере, да, все-таки на материальное обеспечение судей и судов стали уделять больше внимания, и заработная плата, ну, она поднялась, она поднялась достаточно для того, чтобы, ну, чувствовать себя не ущербным человеком. То есть, вот, сказать, что она очень большая, и там, ну, вот, сравнивать там с крупными менеджерами, там, банкирами и так далее, нет, конечно, она в разы меньше, но она достаточная для того, чтобы, ну, нормально существовать, нормально, я не знаю, отдохнуть, может быть, и так далее. Вот, кое-какие социальные льготы все-таки остались. Всегда хочется больше и лучше, да, но, тем не менее, я думаю, что пока, исходя из возможностей государства, зарплата достаточная и достойная. Анатолий Михайлович, ну, может быть, какое-то обращение к гражданам нашей страны, идти ли им в суд или лучше не ходить туда? Знаете, я всегда говорил и говорю, наверное, что в суд надо идти в крайнем случае. Вообще, до этого надо сделать все, чтобы, во-первых, не обращаться в суд, а по-граждански там или по каким-то другим делам административным, да, попытаться, может быть, если есть возможность, договориться, решить все это дело мирным путем, вот, идти в суд все-таки в самом крайнем случае. Почему? Потому что судебная процедура, она достаточно долгая, утомительная, если еще дело сложное, и человек тоже много теряет и сил, и средств, а если можно договориться, то договорились, решили. Кстати, можно и в суде договориться, есть же мировые соглашения, они имеют такую же силу, как и судебное решение, вот, и это, наверное, был бы самый лучший выход, вот, при том, что я посоветовал гражданам нашим Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok